Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейший рулет, мясной рулет. Он с сыром, с картошкой, с мясом. В общем, очень вкусный. Давайте приступим. Здесь очень много, но я решила создать красивую картинку и разложить все это. Так, приступим. Я буду есть прям руками. Какое-нибудь жирное. Нарисовала сегодня стрелочки. Меня вдохновила Нурай. У Нурай были просто идеальные стрелки. Одно время я тоже рисовала стрелки каждый день. Они у меня получались красивыми. Но последние, наверное, полтора месяца Я их вообще не рисую, потому что Нарощенные ресницы Я не понимаю, как можно с нарощенными ресницами еще нарисовать стрелки. У меня вот изгиб вот такой. Не знаю, как правильно называется. Дэм. И вообще неудобно. Но сейчас они потихоньку повыпадали. Поэтому кое-как с корень пополам нарисовала. Это все-таки зависит от того, насколько ты хорошо набил руку. Первые мои стрелки. Это просто был страх божий. Сейчас уже более-менее. Правда, сегодня плохо получилось, потому что давно уже не рисовала. Ну а так Одно время, когда я уже 2-3 месяца каждый день рисовала себе стрелки, Я, в принципе, поняла, как это все делается. Скоро Новый год. Ну как-то, знаете, даже не чувствуется атмосфера как-то новогодняя. Все магазины закрыты. Заходишь в ТикТок. Столько умерших, молодых ребят. В этом году, мне кажется, точно нету какого-то радостного ожидания Нового года. А еще в интернете прочитала. Не знаю, правда нет. Говорят, что в 2021 году будет вообще ужасный. Ужасный какой-то новый вирус. Я сразу думаю, Господи, Боже мой, ну сколько можно? Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, даже когда вся эта тема с вирусом закончится, люди уже настолько часто по ресторанам ходить уже не будут. Люди как-то привыкли к доставкам. Например, есть одно приложение, которым я постоянно пользуюсь при доставке еды. И мне оно уже прям как родное. Прямо сразу доставлять туда, куда я хочу. Я просто настолько привыкла, что мне даже лень идти, например, в Макдональдс, сидеть там, стоять сначала в очереди, а потом сидеть, это все есть. Если я могу заказать домой, переплатить там чуток и поесть дома. Так что там такое приложение. Сразу вычитываются деньги с карточки. И адрес ты не указываешь. Он как бы сам считывает твое месторасположение. Как мы, например, в WhatsApp и отправляем location. Вот то же самое. Потому что этот год он не был удачным ни для кого, можно так сказать. У всех какие-то свои проблемы, какие-то моменты неприятные в жизни. Но, слава богу, он подходит к концу. И мы будем надеяться, что в следующем году уже что-то устаканится. Опять у меня кофе. У меня там под кроватью, даже не под кроватью, рядом с диваном есть одно место. И там очень много всяких соков, которые мама накупила еще, когда приходила к нам Костя Нурай. Но мне просто хочется либо чая, либо кофе. на улице Туман. Наверное, сегодня будет всего один мукбанг. Потому что, мне кажется, все-таки, чтобы снимать мукбанг, нужно иметь определенный настрой. Которого у меня сегодня как-то нету. Но с сегодняшнего дня я начала вести ежедневник. не то, что я там пишу про свои чувства и все дела. Я там пишу конкретные дела, которые я должна сегодня сделать. мне кажется, так человек больше ответственен. Я встала, расписала все. И сейчас быстренько-быстренько накрасилась. Из-за того, что как раз-таки там много дел, надо все успеть. Дневное освещение, оно не вечное. Вот сейчас я снимаю при дневном освещении. Мне так намного больше нравится, чем с искусственным. Ой, как вкусно. Дальше. Давайте вот этот возьмем. Огромный кусочек. Не знаю, насколько у меня хватит. Ну, понятное дело, что сейчас там полно приложений всяких. Ежедневник. Пишешь там свои дела и все дела. Но мне все-таки нравится дедовский способ. Взял, написал на бумаге. Если что, зачеркнул. Там поставил галочку. Еще я вчера составила таблицу. Если хотите, в истории вам покажу. В общем, я принимаю таблетки. И иногда у меня настолько куриная память. Я иногда забываю, пила ли я сегодня таблетки или нет. И вот, например, позавчера я вечером просто спохватилась и я не помню, я пила таблетку или нет. Я решила выпить еще одну. Так как это очень сильнодействующий препарат, так на бум нельзя рассчитывать. Поэтому я составила таблицу. Ну, к примеру, сегодня, например, 29 число. и я уже ставлю себе галочку, если я выпила таблетку. Просто ее надо пить именно во время плотного обеда. То есть, например, половину обеда ты съела, выпиваешь таблетку, доедаешь все остальное. Что касается моей кожи, как вы видите, результат есть, но кожа очень сухая. Я наношу тон. Это выглядит ужасно. Я без тона выгляжу лучше, чем с тоном. Кожа шелушится, так можно сказать. Это я стараюсь ее по возможности постоянно увлажнять. Но сколько бы я это ни делала, все равно кожа отказывается увлажняться. Но состояние кожи улучшается. Здесь появилось одно высыпание. А так, в общем, в целом все проходит. Слава богу. Продолжение следует... Продолжение следует... ? ..." gaat , давайте отвечу на вопрос который я выбрала айка я очень хочу зарабатывать с youtube и начать тоже снимать не знаю какой формат и что именно сколько ты зарабатываешь и как ты считаешь ради только ради заработка стоит ли снимать я считаю что если перед вами цель только заработать то youtube для вас не подходит потому что это творческая профессия ты должна любить это если ты думаешь какой формат снять чтобы заработать это вообще гиблое дело на мой взгляд опять же например художник если среди моих подписчиков художники напишите пожалуйста в комментариях очень интересно я считаю что если ты хочешь стать художником или например визажистом вот ты должна любить это вот мне кажется блогинг это то же самое то есть ты должна обязательно любить это вот ты не можешь быть визажистом если ты не любишь макияж если ты не любишь косметику сама не красишься мне кажется это все-таки такие профессии которые требуют любовь внутри тебя и блогинг я тоже считаю что обязательно ты должна любить эту профессию а просто чисто начать зарабатывать только чтобы заработать и где больше можно заработать в какой сфере блогинга там длинное сообщение все это не прочитал я тебе советую взяться за что-то другое за то что ты любишь что тебе нравится вот если ты не знаешь какой формат тебе снимать что тебе снимать то вообще не знаю опять же конечно выбор ваш то есть я просто говорю свое мнение то есть когда ты делаешь через не хочу это зритель это чувствует поэтому сложнее становится у нас в универе была девочка которую заставили поступить на экономически и она всю жизнь хотела стать врачом потому что у нее там дядя был врач и в общем эта профессия очень нравилась и вы знаете вот так плохо училась прям через не хочу на к тебе прям себя заставляю всегда говорила я хотела стать врачом вот мне не дали эту возможность вот в любом случае я считаю что надо идти по зову своего сердца и в зависимости от того там много денег или мало хотя это тоже роль играет на самом деле потому что главный мотиватор на работе это все-таки деньги но в любом случае когда ты любишь какую-то деятельность то это у тебя получается хорошо и следовательно ты в этой сфере становишься лучше и зарабатываешь больше я я считаю так очень на этом все ребят я наелась было очень вкусно кстати совсем забыла ссылочка на рецепт будет в инфобоксе переходите обязательно готовьте уверенно что вам понравится